Всем привет, в этом видео я покажу как исправить такую ошибку, которая возникает при запуске игры или приложения в операционной системе Windows 10. Операционная система Windows 10 установлена уже многих пользователей. Она ценится пользователями за простой и понятный интерфейс. Однако в работе системы нередко случаются сбои, а для их устранения прежде всего нужно понять, почему они возникают. Если на экране вашего монитора всплывает окно с такой ошибкой, давайте попробуем разобраться, как ее можно устранить и восстановить работу компьютера. Как вы знаете, ошибки возникают неожиданно, к примеру, при запуске игры или какого-нибудь приложения. В данной ситуации это может означать, что программа использует поврежденные или неподходящие системные файлы. Нередко подобные проблемы возникают из-за игровых файлов или же файлов различных плееров. Ошибки возникают не только из-за сбоя в программном обеспечении, но и в ходе механических неисправностей. К примеру, если повредены библиотеки драйвера, файлы, элементы системы, из-за этого игра не запускается. В системе появился вирус, который мешает нормальной работе компьютера. Установленные программы несовместимы с данной версией операционной системы. Или не установлен нужный драйвер для видеокарты. Одна из этих проблем и может стать причиной возникновения ошибки. Как же исправить такую ошибку? Первым делом попробуйте обновить компоненты DirectX и Framework. Как проверить версию DirectX смотрите в другом нашем видео. Все ссылки под видео. Свежие версии данных компонентов вы без труда найдете в интернете. Это необходимо для того, чтобы ваше приложение получило среду, подходящую для своей версии. Потому как со старыми компонентами, исходя из сигнатуры ошибки, оно скорее всего не может ужиться. Нередкая ошибка в инициализации приложения связана с отсутствием того или иного обновления в Windows. Попробуйте установить все обновления, которые стоят в очереди обновлений и ждут подтверждения для установки. Особенно это касается рекомендуемых обновлений. Как вариант, можно попробовать перестановить игру или приложение, которое выдает ошибку. Так как возможно, при первоначальной установке некоторые файлы неправильно установились. И в следующий раз открывайте приложение от имени администратора. Ну и следующее, что нужно сделать, это проверить систему на вирусы. Для этого подойдет любой современный антивирус. У нас на канале есть несколько хороших видео о том, как найти и удалить вирус на ПК. Ссылки будут в описании. После очистки от вирусов необходимо загрузить систему в безопасном режиме и в командной строке ввести запрос CFC с канал. Это изменит поврежденные файлы на новые. Если лечение не дало результатов, попробуйте запустить игру или приложение в режиме совместимости. Чтобы это сделать, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на файл программы с расширнением МЭКЗ. В появившемся окне ищем раздел «Совместимость». Нужно зайти в него и найти предыдущую версию операционной системы, с которой компьютер работал нормально. После этого проверяется качество работы программного обеспечения. Еще можно попробовать почистить папку под названием «Темп». Она расположена на диске по следующему пути. Просто откройте ее и удалите из нее все файлы. По умолчанию папка в дата скрыта. Для отображения скрытых элементов установите здесь соответствующую отметку. Если это не помогло избавиться от ошибки, то попробуйте приустановить драйвер видеокарты и почистить кэш. Как скачать и установить драйвер видеокарты можете посмотреть в одном из наших видео. Удалите все временные файлы, хранящиеся на компьютере. Сделать это можно с помощью программы Ccleaner. После этого снова перезагрузите компьютер и посмотрите, устранена ли ошибка. Если у вас подобная ошибка возникает при обновлении медиаплеера iTunes, в таком случае найти конкретную причину тоже довольно трудно. Сначала можно попробовать сменить часовой пояс в настройках даты и времени. Цифры лучше оставить прежними. А вот города можно попробовать сменить. Иногда проблема возникает при попытке обновления версии приложения. В этом случае попробуйте скачать новую версию программы и переустановить ее заново. Перед установкой важно, чтобы была запущена служба Apple Mobile Device Service. Для этого нужно выбрать автоматический тип запуска. В свойствах в строке состояния выбрать запустить. Также нужно проверить наличие последнего поддерживаемого распространяемого пакета Microsoft Visual C++. Если предыдущие способы не помогли, то остается восстановление систем. Для этого воспользуйтесь стандартной утилитой средства восстановления систем. Попробуйте откатить систему на ту дату, когда ошибка не возникала. Если у вас нет точки восстановления, обновите образ операционной системы без ущерба личных файлов. Восстановить целостность поврежденных системных файлов Windows можно путем обновления систем посредством утилиты Media Creation Tool. Скачать ее можно на официальном сайте Microsoft. Далее запускаете Media Creation Tool, принимаете лицензионные условия, выбираете обновить этот компьютер сейчас. Далее последует загрузка файлов для обновления. Будут проведены подготовительные действия, после чего нажимте кнопку «Установить» и ждите завершения процесса обновления. По завершению вы получите свежую Windows 10 со всеми установленными обновлениями, а ваши данные сохранятся. Я надеюсь, что приведенные выше способы помогли вам справиться с этой ошибкой и на долгое время забыть о ней. А если она снова появится, то вы же знаете, что делать. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.